Всех приветствую, друзья! Сейчас у нас будет с вами одна из моих любимых тем. Это тема путешествия. Вопрос для тех, кто уже собрался в путешествие, уже запланировал, знает куда едет, возможно, даже имеет какие-то планы на путешествия. Вот такой у нас будет сегодня расклад. Вот. Вопросы на тему путешествия. Какие возможности может открыть этот путь? Что даст это путешествие? Как сложится сам путь? На что там обратить внимание? Как будут складываться какие-то рабочие моменты, если кто-то планирует в этом путешествии, может быть, поработать? Как будут складываться отношения в путешествии, если кто-то едет в паре или, наоборот, один. То есть личную жизнь тоже затронем. Ну и в общем и целом, что интересного там будет происходить. Давайте начнем с того, что посмотрим сначала просто, как будет складываться само путешествие. Видео. Так. Сейчас. Здесь. Вот. итак смотрите я вам дам описание всего этого пути будет как сигнификатор посмотрите подходит это под ваше путешествие или нет и соответственно если подходит то можете смотреть дальше уже более подробно по телу будем разбирать более глубокие вопросы и так в общем и целом все прекрасно здесь за исключением одного небольшого момента что хочу сказать сразу путешествие скорее всего к солнцу то есть не в какую-то холодную страну на скорее всего туда относительно того места где вы сейчас находите скорее всего это будет место там где тепло там где светит солнце ярче и суть этого путешествия вообще это устремление к счастью устремление может быть кто-то уже мечтал давно об этом путешествие или имел какие-то планы относительно этого пути то есть это такое прямое устремление к тому чтобы быть счастливым может быть даже к тому чтобы войти в свое какое-то русло в свой поток найти этот свой поток в котором вы будете пребывать именно в таком круговороте где события события могут складываться самым лучшим образом для вас то есть может могут активизироваться разные сферы жизни которые вот как эти золотые рыбки начнут кружить вокруг вас то есть уже вы на этом пути уже есть мечта какая-то скорее всего возможно это связано еще и с материальной стороной то есть если кто-то планирует может быть какие-то дела рабочие в путешествии то тоже тут есть такое благословление на этом поэтому есть какие-то материальные возможности в этом путешествии так что вот так вот предварительно скажу и отношения тоже кстати тут есть ну ладно теперь по порядку значит устремление я уже сказала есть некая цель мечта который вы стремитесь в этом путешествии то есть это не просто так скорее всего то есть не просто серии там сгонять на недельку отдохнуть а скорее всего это такой путь который может быть вы уже планировали и либо же он вам может принести какие-то новые возможности вы уже стоите на этом пути и вам уже оттуда надо двигаться то есть и под ногами идущего рождается вот этот вот мост путь поэтому вы уже как бы смотрите в эту даль куда-то там в горизонт и уже этот путь намечаете куда вы там дальше пойдете значит на душе есть состояние того что может быть сейчас до того как вы поехали есть какая-то тяжесть на душе есть то что надо оставить возможно то есть такое состояние краха возможно какой-то тяжелый период например вы переживали или есть что чему надо положить конец вот такое здесь можно сказать такая ложка дегтя в бочке с медом это вот этого душевное состояние вот здесь вот надо единственное пожалуй всего этого расклада это то что надо исправлять то есть вы должны будете что-то оставить чтобы двигаться вот в этом пути путь прекрасен на самом деле то есть что-то должно будет пасть посмотрим что ну однозначно тут надо сбросить лишнее то есть посмотрите что вас отягощало пересмотрите какие-то дела и возможно такое состояние как в болоте вы находитесь не можете никак ничего решить ничего не получается так вот надо пересмотреть свои мысли чувства действия свою жизнь что у вас на душе чтобы двинуться уже в этот новый путь путь однозначно даст какие-то возможности но вот это вот прошлое надо оставить то есть есть состояние обороны когда надо защищаться от кого-то бороться сражаться такое достаточно может быть тяжелое состояние на душе когда которая уже требует вот этого обновления буквально требует отправиться уже вот в этот путь к своему счастью наконец-то достигать от каких-то своих целей тут и деньги есть тут и любовь есть тут и солнце есть и праздник и судьбоносные встречи то есть двигаемся дальше это счастье накрывается чем держать руку на пульсе надо то есть быть готовыми к старту уже то есть подготовиться к этому пути подготовиться к тому чтобы войти вот в это русло и прийти к этому изобилию то есть постарайтесь к этому путешествию подойти именно с такой хорошей подготовкой то есть продумайте где-то что вам надо взять там что вам нужно сделать какие-то дела То есть вы должны быть готовы в этом путешествии ко всему, и к деньгам, к каким-то рабочим моментам, может быть, к каким-то возможностям, которые откроются материальным, и к любви, и к совершенно разным возможностям, которые тут могут открываться. Тут возможности у каждого могут быть свои, потому что тут сохраняется такая многогранность, то есть путь открыт для всех, для всех, кто смотрит, для всех путь открыт. Но что там вы возьмёте из этого, да, тут уже может быть у каждого своё, у кого-то что-то больше активизируется, у кого-то что-то меньше, но в любом случае возможности все открыты, то есть берите только это всё. Но вот этот вот тяжкий груз не надо с собой тащить, то, что на душе, то есть тут надо чему-то положить конец, то есть прошлое надо оставить, вот эту тяжесть какую-то на сердце отпустить. И немножко вылезти, да, из той рутины, из того болота, где вы находитесь. Тут ещё я сказала, да, есть такое состояние, что вы как будто защищаетесь, обороняетесь от всего мира или от тех обстоятельств, которые у вас складываются сейчас, в текущее время. Значит, что ещё это путешествие может дать? Это как такой маяк, он светит впереди и освещает путь к тому, что вы можете в этом пути что-то приобрести. И более того, это такое приобретение судьбоносное. То есть это могут быть и встречи разные. Можете встретить, например, тех людей, которые вам как-то в вашей судьбе, например, могут сыграть какую-то роль, могут быть значимыми в вашей судьбе. То есть это какие-то могут быть связи, это может быть и что-то материальное, это может быть и что-то духовное. Тут именно такое соединение, когда и материальное, и духовное даёт единую общую наполненность, и всё это соединяется ещё с судьбой и даёт такое вот приобретение, учитывая то, что тут ещё есть самая денежная карта, это и семейные ценности, и материальные какие-то блага. То есть это состояние, вот этот вот путь, он может вам открыть какие-то новые возможности, связанные с финансами. То есть вы будете себя чувствовать как на коне буквально, да, когда вы всё имеете, все возможности для вас открыты, то есть тут только вот бери и делай, как говорится. То есть, но вы должны быть уже готовы к этому, то есть вы должны подготовленными сюда прийти, чтобы это взять, да. И есть здесь такое ещё состояние внешнего мира, что это может быть как праздник для вас. То есть какой-то первый шаг вот через это путешествие, через этот путь вы можете открыть какой-то первый шаг, первую стадию вашего пути, который может дальше ещё больше разрастаться, да. То есть пройдёте только первую ступенечку ещё этого. И, соответственно, дальше может ещё увеличиваться ваше благосостояние, богатство, какие-то и семейные ценности здесь раскрываться. То есть вы можете просто почувствовать себя, что вы в своём русле. То есть этот путь, он как будто бы вас вернёт в своё естественное состояние, когда вы в потоке чувствуете, куда вам идти, что вам делать. И все вот эти вот возможности вы начинаете видеть, чувствовать как раз то, чего вам не хватало так давно, да. То есть вы как будто выпали из своего потока, а тут это путешествие даст возможность вернуться в этот поток как раз, в своё русло, в свой круговорот жизни. И солнце, опять же, может быть, то есть это ещё и ваши надежды. Надежды в прямом смысле погреться на солнышке могут быть и наполниться. И это может ещё внести разного рода ясности в любые дела. И тут ещё такое прекрасное сочетание есть. Любовь, солнце и вот десятка пентаклей. То есть это деньги, любовь. Ну деньги, это я так утрирована, да. То есть это любое благосостояние, материальные блага в том числе и семейные ценности тоже. И тут двойка кубков — это любовь. Это и союз, и пара, и любовь, какая-то воодушевление, и партнёрство. И ещё это связывает всё солнце. А солнце — это когда всё ясно, всё понятно, всё вы чувствуете. Вы понимаете этот путь, вы знаете, куда идти. Это, может быть, поможет вам проявить себя как такого яркого человека, который всё может. То есть вы сами можете стать как солнышко, тут светить весь ваш путь, освещать. И путь свой, и счастье, и благосостояние, и любовь. То есть у вас все сферы как будто жизни. Вот что значит войти в своё русло? У вас все сферы как будто зажигаются, как солнце начинает светить в разные стороны. Смотрите, да, лучики в разные стороны. Все сферы жизни могут освещать. И по судьбе, и праздник. То есть всё складывается хорошо очень. Значит, вот это единственная тема — это то, что на душе. Значит, присмотритесь, что действительно у вас на душе, что вас тормозит, что как в болоте вы себя чувствуете, что это, как вам выбраться из этого болота уже в конце концов. Вот Верховная Жилица говорит, что слушайте свою интуицию. То есть есть что-то, есть какие-то тайны, да, какие-то тайные знания могут вам открыться. То есть слушайте, доверяйте высшим силам вас вести. Прислушивайтесь к каким-то тайным знаком, которые будут вас вести. Как проходить этот путь, как отпускать, что отпускать. Слушайте свою интуицию. То есть пока вот так вот всё прекрасно. Сейчас углубимся немножко ещё более подробно в глубь своего пути в этом путешествии. И спрошу уже про отдельные темы, моменты, которые могут там раскрыться. Значит, следующий вопрос у нас будет такой. Какие возможности, хотя мы тут уже осветили, да, что возможностей все и много и со всех сторон. То есть вы как бы просто входите в своё русло. И когда вы в своём русле пребываете, вам все возможности открываются. Вы просто начинаете всё чувствовать. Но более подробно хочу сконкретизировать. То есть какие конкретно возможности могут открыться для вас в этом путешествии. То есть что именно может вам открыть этот путь? Смотрите, интересный такой ответ. Вы как будто повзрослеете в этом пути. То есть есть состояние ещё незрелости. И эта незрелость выражается в том, что есть где-то какие-то конфликты. Ну вот как раз то, что было показано на душе, да, тут ближе к этому. То есть есть какие-то конфликты, которые вы не можете решить. Может быть, ситуация, которую вы не можете решить. И всё надо прояснять здесь и сейчас сразу на месте, решать какие-то вопросы. И есть состояние того, что вы, может быть, хотите там что-то удерживать. Есть, может быть, дисбаланс в финансовой сфере. Где-то какие-то зажатые возможности финансового потока. И вот этот вот путь, он как будто вам даст возможность повзрослеть, дозреть до того, чтобы и одну проблему решить, и вторую. Вот это две проблемы. Это незрелость. И вот эти две проблемы, они как будто смогут дозреть. Во что это выльется, спрошу. То есть помните, где-то наберётесь опыта. Ну вот тут финансовое бедственное положение. Значит, это вот и, и, ну, смотрите, да, крест на крест получилось. Интересно, да. Одно с другим связано. Вот проблема существует на данный момент, хочу сказать так. Проблема существует. Вот она, вы как будто связаны тут крест на крест этой проблемой. То есть одно цепляет другое. И однозначно это даст какую-то проработку. Связано это с материальными проблемами, с каким-то, может быть, там, финансовым кризисом, с замкнутостью на проблемах материального характера. Это и здоровье у кого-то, может быть, это какие-то денежные проблемы, может быть. То есть это какие-то непонимания, как решить какие-то вопросы биения. И состояние депрессии безвыходности, когда вы не знаете, как решить ваши проблемы. Не знаете, как вот вылететь уже из этих проблем. Так вот это путешествие, оно даст вам состояние дозреть до вот этой вот мудрости, какой-то мудрости именно такого холодного где-то мышления, знания, то есть укрепления себя в позиции именно знания. То есть, может быть, вы узнаете что-то, обрастёте какими-то знаниями, которые помогут вам вот эти вот все проблемы решить. Но тут ещё иллюзии есть какие-то, позволят вам спуститься с небес на землю где-то, заземлиться. То есть это время будет накопление сил. И всё-таки ещё Мак тут тоже, он как немножко юношеский максимализм есть. И это как вот начать учиться, управлять своей жизнью. То есть путешествие даст вам возможность как будто отработать что-то, что вам так долго не давало покоя. То есть какие-то проблемы, которые вот я озвучила, и вы не знали, как их решить. То данное путешествие поможет вам как раз дозреть и понять, что и как, и почему. И, может быть, найти выходы пути решения этих проблем. Спуститься с небес на землю где-то, подзаземлиться, выйти из иллюзий. Накопить силы, то есть какой-то внутренний ресурс. Дозреть. То есть это возможность передвижки ещё. То есть как будто вы в этом путешествии накопите свой ресурс, который был растрачен здесь. И сможете начать это всё вместе, как бы себя собирать, собирать свою жизнь. И тут причём вот все сферы есть. Как раз то, что в общем раскладе озвучила. Умение управлять всеми сферами. То есть любая сфера вашей жизни, она может открыться и как бы начнётся вот такое вот собирание. Тут есть какой-то травматичный опыт, скорее всего, может быть и кармический, может быть и просто уже такое тяжёлое состояние, которое уже надоело, может быть, и хочется уже из него выйти. То есть такая передышка, время накопления сил для того, чтобы эти вопросы все решить, понять именно, как они решаются, осознать что-то и научиться этим управлять. А так как мы в раскладе уже посмотрели, что будут к этому возможности, то, соответственно, вот было показано то, как раз, что нужно будет проработать в этом пути. То есть что откроется? Откроются вот эти вот проблемы, и пути найдутся решения. Давайте теперь спросим, как конкретно сложится данный путь. Ну, то есть какие-то такие вот бытовые моменты, сам путь, дорога туда-обратно, там. Как это будет складываться? На что там стоит обратить внимание? Да всё хорошо будет складываться, то есть активность, проявление силы. То есть будьте таким активистом, где-то выливы какие-то, может быть, решения надо будет принимать. То есть активируйте свои силы, свои резервы в совершенно тоже, опять же, разных областях. Где-то проявляется настойчивость, может быть, понадобится. Силу воли, то есть вот такое решение надо принимать. Здесь и сейчас огонь усиленный здесь есть. То есть это действие, это не думать, как там, что и как, а есть день, есть пища, идём, делаем. Всё активно достаточно. И будьте готовы что-то рождать, что-то уже возрождать, возрождаться в этом путешествии. Возможно, ещё какие-то дела, задумки. Всё-таки вот берите с собой какие-то дела, которые вы можете буквально вот родить в этом пути. То есть что-то, что вы можете сделать. То есть если у вас какие-то есть там материалы, которые, например, вы можете взять с собой, чтобы там использовать, например, в путешествии для какого-то дела, то берите. То есть вы можете там что-то сделать такое, что поможет вам что-то новое создать, возможно. То есть если говорить, как пройдёт сам путь, то хорошо тут всё, достаточно активно. Так, давайте теперь посмотрим. Ой, вот сразу вылетела тут. Посмотрим, хотела сказать. На что она скрыта? На что нам стоит обратить внимание? И вот скрыто выпала карта, улетела. Паш Пентакли. Это то, что вы, скорее всего, не видите, не обращайте на это внимания пока ещё. Но как раз вот вопрос я хотела задать, на что стоит обратить внимание? Вот на это. Это интриги, какие-то третьи лица. Могут быть... Ну, тут карта такая, она может и в одну сторону, и в другую повернулась. Поэтому просто, может быть, поменьше распространяйтесь от своих планов, что вы собираетесь делать в путешествии, как вы хотите, чтобы оно прошло. Больше вот в себе там был отшельник у нас в общем раскладе. Вот ближе к духовному, внутреннему состоянию уединения, нежели распыляться и рассказывать всем подряд о своих планах на путь. То есть вот на это надо обратить внимание. То есть меньше сплетен на эту тему. И ещё на что стоит обратить внимание. Так, мир и солнце. Прекрасно. То есть обратить внимание на то, что, ну, можно сказать, как для вас... Это путешествие будет как вот такое состояние собственной сборки. То есть найти своё место в жизни. Если кто-то задумывался о том, где моё место, как я должен жить, что я должен делать в жизни, то как будто этот путь, он вам подскажет, поможет обрести своё это место. То есть вы найдёте, что то место, где вы есть, это и есть центр вашей вселенной. И всё раскручивается из этого центра. То есть из вашего собственного центра. И опять же солнце светит во все стороны. То есть и здесь круг, да, это как круг жизни. И здесь в круге солнышко, и лучики во все стороны. То есть из этого центра лучики, смотрите, светят во все стороны. То есть вы есть вот это вот солнышко, и вы освещаете все сферы своей жизни. И от этого весь круг, вся вселенная ваша становится целостной. Вот на это стоит обратить внимание. То есть первое, как предупреждение. Второе, что составляет эту суть вопроса. То есть такое интересное, сильное путешествие должно быть, судя по раскладу. То есть не просто так, а видите, множество возможностей и каких-то даже глубинных трансформаций тут может происходить. Теперь посмотрим, как будут складываться ваши какие-то рабочие моменты. Быстренько посмотрим сейчас, что по работе. Так, ну по работе, смотрите, не все так гладко по работе. То есть возможно не все будет получаться так, как вы планируете. То есть не впадайте в депрессию, не загружайте себя работой и постарайтесь не конфликтовать ни с кем. То есть продумывайся. Просто сделайте некий план, ко всему подходите с умом. Не загружайте себя вообще работой в каком-то тяжёлом смысле. И не старайтесь лезть на рожон вперёд. Не старайтесь вступать ни в какие споры и выяснения, что и как. Какой совет? Совет сохранять равновесие. То есть правосудие здесь. Всё должно быть честно, чётко. Правосудие зрит с закрытыми глазами и всё раздаёт всем поровну. То есть это ещё как разрешение может быть вот этой кармы. То есть какие-то тяжёлые ситуации по работе, которые, может быть, были ранее или которые могут быть и в течение путешествия, они могут как-то разрешаться. Но учитывая, если вы будете себя правильно вести, не в тёрке вот эти вот вступать и депрессию загоняться, а быть честными, всё взвешивать, всё продумывать, доверять нечто большему, куда вас само правосудие будет вести в этом вопросе. Что касается работы, что касается отношений и личной жизни, как будет эта сфера жизни складываться во время путешествия, личная жизнь, отношения. Неважно, у кого есть отношения, у кого нет. Для всех спрашиваю. Общая тенденция, как будет складываться личная жизнь, на что там обратить внимание. Так, ну, опять какой-то разжигатель войны. Так, значит, есть какие-то конфликты. В личной жизни, может быть, не всё так гладко. Присмотритесь. Придётся сбросить маски. Никакого самообмана. Не позволяйте проникнуть лжи. И никакое ваше отношение в вашу личную жизнь, в эту сферу. Здесь есть тоже, как третьи лица, которые могут как-то со стороны, например, что-то вклиниваться, например. Или могут быть биения с обстоятельствами. Не обязательно с людьми. Может, это какие-то ситуации тоже быть. Не позволяйте себе обманываться. Не врите сами. Не занимайтесь самообманом. И не позволяйте обманывать себя. То есть вот такое вот есть предупреждение. Какой совет по тему личной жизни? Просто отдыхайте. Находитесь как бы... Будьте как в состоянии праздника. То есть празднуйте этот момент. Празднуйте, что вы в отпуске. Что вы отдыхаете. Что вы в путешествии. Не поддавайтесь ни на какие мутные состояния ума. Когда какие-то мысли туманные могут вас увести в непонятные дебри. То есть больше углубляйтесь в состояние внутреннего поиска истины. Потому как здесь скорее путь одиночки, нежели пары. То есть даже если вы в паре, то скорее всего вам надо будет больше погрузиться внутрь себя. Исследовать именно себя. Свой путь, куда вы идёте, к чему вы устремляетесь. Больше лёгкости добавьте. Не позволяйте ощущение самого праздника. И не позволяйте вот этим вот каким-то туманным мыслям, страхам подсознания, страхам, что обманут. Может быть это какие-то препятствия будут или ещё там, ещё кто-то. Не позволяйте просто этому входить в свою личную жизнь. Больше углубитесь именно в то, куда вас, ваш дух внутренний ведёт. И будем заканчивать. И спрошу просто, какой общий совет итоговый по этому путешествию. Совет. На что стоит обратить внимание итоговый. Смотрите, совет такой. Вот это желание всё и сразу. Быстро что-то делать, активно скакать. С одной стороны, это хорошо. То есть проявляйте активность. Не сидите там, сложа ручки на расслабоне, а активно действуйте. Но при этом вот это желание всё и сразу, это такой импульсивный огонь. Он может где-то создавать такую хаотичность действий. То есть разжигать вот это пламя. И там вот этот рыцарь скачет, и он там в этом порыве может проскакать где-то и по чьим-то головам и не заметить. То есть освоите этот огонь, освоите этот порыв, когда есть такое сильное желание всё и сразу иметь. Немножко усмирите пыл, потому как вы можете не заметить, как что-то там спалите в этом порыве. То есть осознанно подходить к действиям. На что стоит обратить внимание? Добавьте лёгкости. Все пути для вас открыты в данном путешествии. Поэтому тут каждый может взять своё, многовариантность. И шагать в это путешествие надо налегке, как дурак. Вот шагаю, и будь что будет. Что будет, я не знаю, но шаг вперёд делаю. В абсолютной вере, что будет всё прекрасно. Вот такая вот лёгкость должна быть. И на что ещё обратить внимание, как итог? Тут сохраняйте своё личное пространство. То есть оберегайте своё имущество и своё личное пространство. То есть создайте вокруг себя такую безопасную зону. Продумывайте какие-то моменты. Ну и просто такое весеннее настроение, наслаждение жизнью и такое состояние лёгкости и эйфории, весеннего настроения. Это то, что вы должны взять из этого пути. То есть разжечь в себе вот этот вот правильный огонь, который поможет вам импульс дать на будущее. А я всех благодарю. На этом расклад закончен. Всем спасибо. Пишите комментарии, ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь. Всем спасибо.